Финансы в итоге очень простые, и они, как всегда, есть новости хорошие, есть новости плохие, они связаны друг с другом не разрыв. Хорошая новость, что денег в страну стало приходить намного больше, чем раньше. Благодаря, я уж не знаю, Усама Бен Ладен вроде покойный, за счет чего растут цены на нефть, я не знаю, наверное, благодаря товарищу Бернанке, достойный преемник Усама Бен Ладена, у нас резко улучшился счет текущих операций платежного баланса. То есть это положительные сальдо вне их торговли, экспорт минус импорт, ну и все мелкие побочные вещи типа торговли услугами, баланс оплаты труда, баланс инвестиционных доходов и всякие текущие операции, когда деньгами обмениваются через границу. Год назад, в первом квартале прошлого года, у нас был 31 миллиард долларов положительные сальдо, грубо 30,8 миллиарда. Сейчас у нас 42,3 миллиарда. То есть почти в полтора раза, если быть точным, на 40 процентов, у нас ситуация улучшилась. Люди, которые любят разговаривать про нефтяное проклятие, они как-то тактично забывают, что когда у вас есть деньги, вы можете направить их на развитие. Если вы их не направляете на развитие, это ваши проблемы. А вот если у вас денег нет совсем, то и на развитие направлять нечего, остается только умирать с голоду. Так что когда денег становится больше, эта новость хорошая. При этом новость плохая, поскольку модернизации как не было, так и нет, у нас усилился отток капитала по всем каналам. Причем усилился довольно здорово, довольно жестко и составил 35 миллиардов долларов за первый квартал этого года. Причем я очень долго говорил, что нашему бизнесу все равно политические обстоятельства, на политику он внимания не обращает, он и так все про наше начальство знает и иллюзиям не подвержен. Вы знаете, я ошибался. Оказывается, наш бизнес еще как подвержен политическим иллюзиям. В первом квартале этого года чистый отток частного капитала, без участия государства и чистый отток, то есть разница между тем, что ушло и то, что пришло. 35,1 миллиарда долларов. В четвертом квартале прошлого года 35 миллиардов долларов ровно. Это второй результат за все время, когда исчисляется этот показатель с 1994 года. Самый плохой результат был четвертый квартал 2008 года, это понятно, кризис. И первый квартал 2009 года, когда, так сказать, из кризиса выползали на карачках, отток капитала составил тоже 35 миллиардов долларов. То есть мы по оттоку капитала вернулись до кризисного времени, побегства капитала. Вернее, в кризисное время. Почему? Я думаю, что нужно смотреть на те события, которые происходили, когда отток капитала начался. Спасибо Большую Банку России, но это помесячную статистику. Отток капитала начался в сентябре 2010 года, когда он составил 13,5 миллиардов долларов в месяц. До этого был приток или очень незначительный отток. Что у нас было в сентябре месяца? Замечательный съезд Единой России, где наши два уважаемого начальника провели по-ельцински мощную рокировочку. Я привык смеяться над интеллигентными людьми, которые от этой мощной рокировочки взялись за голову. Но глядя на официальную статистику, я понимаю, что наш бизнес – это очень интеллигентные люди, которые тоже взялись за голову вместе со всеми интеллигентами страны, ужаснулись и быстро брызнули за границу. То есть ситуация, когда у нас нет модернизации. Поэтому деньги, которые приходят в страну, не находят применения, она была всегда и до сентября тоже. Но только в сентябре люди поняли, что надежды больше нет, и капитал стал бодро уходить. И неофициальная оценка, но оценка довольно приличных специалистов, что 15% чистого оттока капитала в первом квартале 2012 года, то есть 15% от 35 миллиардов долларов, это инвестиции в недвижимость. Это уже не бегство капитала, дорогие коллеги. Это называется теплым, добрым и приятным словом эвакуация. А еще есть замечательное явление природы – движение черного капитала. То есть деньги, которые государство вообще не видит никак. Наш Банк России очень политкорректен, поэтому он не говорит, что это преступные деньги, которые возятся так, что они никак не улавливаются ни в какой статистике. Не говорит, что это наши пропуски и ошибки. Во всем виноваты мы. Но ошибки Банка России – это пренебрежимо малая величина. Там до сих пор работают профессионалы, несмотря на засилие либералов. И когда мы читаем, что в первом квартале этого года ушло 6 миллиардов долларов, чистый отток, чистая сальдо пропусков и ошибок – это чистый отток криминальных денег. Это те крысы, которые бегут впереди любого корабля. У них лучшие, если не аналитики, то ощущения. У них самая жестокая конкуренция. Поэтому это такой опережающий индикатор. Когда они начинают бежать сильно, значит конъюнктура плохая, значит ситуация неблагоприятная. В четвертом квартале прошлого года было 5,8 миллиардов в первом квартале этого. 6 миллиардов – это тоже очень большой, очень неприятный, очень печальный показатель. С докризисных времен самый-самый-самый большой. Собственно говоря, он вообще самый большой за рассматриваемый период времени. Это плохая новость. Ну, таким образом, то, что мы зарабатываем, не идет на модернизацию страны. И даже рассовывается по внутренним потаенным карманам, используется на спекуляции не на территории нашей страны, а за ее пределами. Это, с одной стороны, порог социально-экономической политики, недостаток социально-экономической политики, потому что она никак не связана с модернизацией, напротив, блокирует модернизацию. И второе – это проявление глубокого разочарования бизнеса, который раньше танцевали здесь, а начиная с сентября месяца они танцуют за пределами страны. То есть и объективный фактор, и субъективный фактор очень плохо. Я думаю, после инаугурации мы посмотрим, как на это будет реагировать товарищ Путин. Потому что реакции товарища Медведева, как я понимаю, уже мало кого волнует. А вот реакция, как с юмором отмечают многие журналисты избранного президента, это то, что на нашу жизнь будет влиять очень сильно. Ну и еще одна составляющая финансовых результатов года – это исполнение федерального бюджета первого квартала. Как обычно, мы захлебываемся от денег, дорогие друзья, у нас все замечательно. У нас все просто сказка. У нас действительно был дефицит федерального бюджета в 5,2% ВВП в феврале месяц. Он был таковым из-за падения доходов на 20%. И я очень сильно подозреваю, что это падение было вызвано не объективными или бухгалтерскими причинами, а тем, что просто решили помочь бизнесу и не слишком сильно его кошмарить перед президентскими выборами. То есть это в чистом виде, с моей точки зрения, предвыборное явление природы. А так у нас замечательно. У нас в январь профицит 0,7%, ну понятно, тоже предвыборный сезон. В марте у нас 1,7% профицит. И хотя по итогам у квартала в общем-то дефицит есть, но это меньше 1%. ВВП – это 121 с копейками миллиард рублей, это не критично. Собираемость доходов замечательная. Мы перевыполняем план по доходам. Все очень хорошо, все очень уверенно. Но опять-таки, что мы делаем с этими доходами? Основная часть денег направляется на накопление неиспользуемых средств на счетах федерального бюджета. У нас говорят, что у нас не хватает денег. У нас говорят, что ах, надо выплачивать пенсии, поэтому давайте мы повысим налоги так, чтобы их точно никто не мог платить. У нас говорят, ах, в больницах нет денег, пусть умирают дети. Давайте мы проведем бюджетную реформу, чтобы сделать бюджетные услуги, включая здравоохранение и образование, более платными, то есть менее доступными. При этом в федеральном бюджете валяется без движения 5,6 триллионов рублей. У нас были разные людоеды в нашей стране. Разные людоеды нами правили. Был, например, такой товарищ Сталин, при котором продавали все, и люди реально умирали от голода, чтобы накопить денег. И эти деньги, за которые люди умирали от голода, направлялись на развитие страны. Это была абсолютно людоедская политика. Она была циничной и искренней. Но делать так, чтобы люди умирали, для того, чтобы эти деньги валялись без движения в карманах, вы знаете, на это был способен во всей истории нашей страны, на это не был способен ни один руководитель. Был один единственный литературный персонаж – Гоголевский Плюшкин. Но Гоголевский Плюшкин, который своих крестьян доводил до отчаяния, отличался одной маленькой особенностью. Он был честный. Он крестьян морил голодом. И сам крошечки доедал и ходил в какой-то рванине. Посмотрите на наших министров. Кто-нибудь из них крошечки доедает? Кто-нибудь из них в рванине ходит дешевле, чем за 5000 евро? Нет у нас. То есть у нас проводится политика очень циничных, очень разрушительных Плюшкиных. У меня такое ощущение, что накапливать деньги на счетах, которые находятся за пределами России, наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, это, по-моему, их главный жизненный стратегический приоритет. Но при этом, я не хочу заканчивать негативно, есть абсолютные изменения к лучшему. Например, после того, как ушел Алексей Леонидович Кудрин, у нас Минфин стал честным. Не поверите, Минфин стал отчитываться о расходах федерального бюджета и стал показывать всю глубину неравномерности расходования этих средств в открытом доступе. И мы увидели, что вообще говоря, когда федеральный бюджет, расходы за первый квартал не составили 24% от годовых проектировок, но с учетом инфляции это нормально, это мы в графике идем, без недофинансирования, то по отдельным статьям это колеблется от 76%, когда более трех четвертей годовых расходов бахнули в первый квартал, до менее чем 10%. То есть федеральный бюджет трясет. Когда мы видим разделение по статьям, возникает ощущение абсолютного циничного произвола, абсолютного хаоса. Когда кому-то в первый квартал дают 76%, кстати, ядерно-оружейному комплексу, я руками и ногами за, чтобы он получал побольше. Но простите, пожалуйста, представьте себе, что вы 76% вашей годовой зарплаты получите в первый квартал. Как вы будете жить остальные три квартала, если вы порадуетесь и потратите? А кто-то, например, резервные фонды не получили ничего. Это не те резервные фонды, которые фонд национального благосостояния и резервный фонд. Это резервные фонды, которые резервные фонды президента и правительства. Они вообще получили ноль, хотя 3,8 миллиарда должны были получить в течение года. А если сейчас рванет что-нибудь или пожар какой-нибудь произойдет, как будем тратить деньги? Ну ладно с резервными фондами. Вот, например, у нас абсолютно недофинансируются такие замечательные статьи, как менее 10%. Я выбираю только то, что финансируется менее 10% от годовых проектировок, то есть абсолютный провал. Дорожное хозяйство. Кто там собирается строить дороги? Какие там модернизаторы, инноваторы нам рассказывают про строительство дорог? Менее чем на 10% профинансировано дорожное хозяйство. На 9,6% профинансировала связь и информатика. Это что, мы щеголево сейчас будем менять на Тимакову? И старому министру не имеет смысла давать денег? Простите, пожалуйста, министрам министрам. А что, отрасль от этого перестала существовать, что ее на блокадный паек сажают? Жилищное хозяйство. 6,2% годовых расходов получило за первый квартал. Хорошо, ребята, если дома начнут рассыпаться, кто под ними будет стоять? Охрана окружающей среды у нас перефинансирована. В среднем почти 30% годовых проектировок она получила за первый квартал. Я руку плещу бурно, но вот сбор, удаление отходов и очистка стоечных вод профинансированы менее чем на 1,5%. У нас что, с канализацией все в порядке? В Сочи, наверное, канализацию построили, и больше этим заниматься не нужно. Так можно понять. Это замечательный показатель. Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта. Дорогие друзья, вот если вам наука в спорте не нужна, не надо ее закладывать в бюджет. Закройте ее на стадии разработки бюджета. Не нужно ее закрывать на стадии исполнения бюджета. Это нехорошо. Зачем с живыми людьми ставить эксперимент? А дальше на 6,3% у нас профинансирована заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. У меня сейчас в силу жизненных обстоятельств я каждый день езжу в одну из наиболее серьезных больниц, которые есть в Российской Федерации. С наиболее высоким уровнем медицины. Не четвертое управление, сразу говорю, полы паркетные, врачи анкетные, там пусть лечатся реформаторы, их не жалко. Так вот, у людей проблема. В одном из лучших мест в России нет донорской крови и нет донорской плазмы. Жесточайшая нехватка. У нас по всей стране идет жесточайшая нехватка донорской крови. Простите, пожалуйста. И в этой ситуации недофинансирование расходов на донорскую кровь, в переводе на русский язык, это убийство больных, тяжело больных и попавших в аварию людей. Это убийство. Есть недофинансирование, которое, ладно, поменьше распилят. Есть недофинансирование, когда, ладно, сегодня не додали, завтра додадим. Есть недофинансирование. Другие вопросы в области здравоохранения. Ну, кто знает, что это такое другие вопросы? Никто не знает. А вот есть недофинансирование, которое более всего напоминает убийство. Вот 6,3% финансирования на донорскую кровь при среднем графике расходов в 2004, то есть это в 4 раза недофинансировано, это убийство людей, которые сейчас еще, может быть, живы, а может быть, уже умерли. Но без этой донорской крови они умрут. Понимаете? Вот есть вещи в сухих строках официальных документов, которые вызывают сильные эмоции и не нужно уважаемым начальничкам разных мастей дергаться, потому что других слов для обозначения этого нет. Я не знаю, что здесь сказать, но, понимаете, любой приличный человек, когда последние деньги из бюджета он отдал бы на эти цели. И под статьей я бы подходил, ничего страшного, нашим министрам не впервые ходить. Ну, может быть, раз в жизни наши министры не походили бы под некоррупционной статьей. Новые ощущения, новые впечатления. А так, здравоохранение у нас перефинансируется в целом. Стационарная медицинская помощь финансируется на 36%. Замечательно. Амбулаторная помощь на 34%. Замечательно. Научные исследования более чем на 30%. Замечательно. Но почему перефинансирование этих сфер, важных, нужных, сопровождается недофинансированием, недодачей денег на абсолютно жизненно важную вещь? Это ужасно. И вообще-то говоря, при том самом людоеде Сталине, который я поминал бы, это было бы исправно в течение пяти минут. Правда, донорской крови, так сказать, винованной в этом, уже не понадобилось бы никогда. Я совершенно не сторонник этих методов. Иногда остается только развести руками и плюнуть, когда это смотришь. А с другой стороны, у нас перефинансирование. Мобилизационная и вневойсковая подготовка вооруженных сил Российской Федерации профинансирована почти на 60%. Господа, какая вневойсковая подготовка? Какая мобилизация? Боиспособность армии – это фраза, которая, с моей точки зрения, существует только в официальных документах Минобороны. И они стесняются показывать это людям, потому что ничего, кроме смеха, это не вызовет. Ну, ядерно-оружейный комплекс, ладно, хотя там тоже есть большие вопросы к кирьежкам всех мастей. Прикладные научные исследования в области национальной экономики – 46%. Коллеги, воровать надо меньше, с коррупцией надо бороться больше. Все прикладные научные исследования. О чем вообще? О чем вообще идет речь? Не совсем понятно. На 40% у нас перефинансировано лесное хозяйство. Вспомнили, через два года после лесных пожаров. Зачем? Кому это надо? А вот самое… Да, на 40% профинансировано общее образование. Все это классно. Только вот, к сожалению, в моей школе, где дети ходят, по-моему, бесплатные детские завтраки так и отменили. В этом 40% перефинансирования общее образование. Чудесная статья «Молодежная политика и оздоровление детей» профинансирована за три месяца 85% от годовой суммы. То есть в четыре раза перефинансировано. Причем я сильно подозреваю, что это не оздоровление детей, а это движение нашисты и все остальные подвыборы. То есть вот, пожалуйста, донорам дали в четыре раза меньше, а нашистам дали в четыре раза больше. Чем заложено в бюджете, чем заложено в законе, понимаете, я не говорю, сколько им нужно было давать. В конце концов, я некомпетентен ни в одном, ни в другом. Я не знаю, сколько им нужно давать нашистам, чтобы они флагами махали, и сколько им нужно давать донорам, чтобы люди не умирали. Но одним дали в четыре раза меньше, чем написано в законе, а другим дали в четыре раза больше. Зачем? Вопиющая неравномерность финансирования, вопиющая, пугающая, производит ощущение, что у нас, собственно говоря, федеральный бюджет Российской Федерации является неуправляемым. Но, по крайней мере, есть хорошая новость, что Минфин стал более честным при Силуанове, чем он был при Кудрине. Это большая, хорошая человеческая новость. И я надеюсь, что один шаг сделали, показали, что они голенькие, теперь начнут наводить здесь порядок. По крайней мере, есть надежда. Товарищ Кудрин, когда я так ему мыл кости, он решил проблему очень просто. В свое время он просто закрыл статистику. Ну и последняя новость. Это уже будет, наверное, на следующей пресс-конференции. Промышленный рост в первом квартале 2012 года составил вполне удовлетворительные 4%. Но вот в марте он составил всего-навсего 2%. Это самый маленький промышленный рост после обострения кризисной ситуации в 2008 году. Да и в предшествующие годы тоже. Это пугающий показатель. Это вполне может быть какая-то конъюнктурная неразбериха. Но, вы знаете, когда при цене нефти за 120 долларов за баррель у нас так резко тормозит промышленный рост, это пугает. Посмотрим, в следующем месяце будет ли это длительное торможение или это разовая сезонная флуктуация.